Всем привет! Давайте к делу, к теме окучивания. Я бы хотел вложиться в 20 минут. Вложиться в 5-8 минут вообще нереально, потому что эта тема очень обширная. Но я постараюсь в 20. Давайте так, по существу идем. Цели. Так, цели. Какая основная цель окучивания? Новые... Новые картофелины. 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 Итак, что такое стебель картофеля и его отличие от других? Отличие в том, что кроме того, что растет из бульбочки, и сразу из бульбочки выпускаются некоторые вот такие столоны, вот, на которых образуются и растут новые картофелины, если досыпать земли дополнительно, то еще образуется, еще образуется несколько новых столонов с новыми картофелинками. Это особенность такого растения, как картофель. Например, ни свекла, ни морковь, ни другие культуры такого не произведут вам. И беда, картофель может выпускать дополнительные столоны, вот эти отростки, с новыми картофелинками, не только сразу от бульбы, но и потом у стебля, когда он окучен. Это основная цель. Урожай при этом увеличивается на плюс 10-15%. В идеале плюс 20-30%. Если будет сделано все идеально, и кроме того, еще совпадут погодные условия, о которых я буду дальше упоминать, может возрасти на 20-30% общий урожай. При этом, правда, в первую очередь за счет мелкого среднего картофеля, которому еще надо успеть добраться до большого. С одной стороны, это увеличивает количество мелкого картофеля, поэтому это актуально, это не актуально для ранних сортов картофеля, которые очень быстро надо собрать. Так никто не ждет, что они будут еще долго-долго расти, и они не будут расти, так как сорта такие. То при ранних сортах либо не окучивают, либо проводят окучку только один раз, иногда даже с другими целями, чтобы, например, закрыть листья, засыпать листья картофеля в приближении заморозка. Вот с такими целями, а не с целями новых столонов. Потому что очень ранний, быстрый сорт, он успеет нарастить много мелких картофелинок, а толку от этого мало, если его не для семян выращивают. А вот когда выращивают специально на семена, наоборот, сильнее окучивают и гуще садят, чтобы было больше мелочи. Но мы говорим о пищевом картофеле. В идеале можно на 20-30% увеличить урожай. Я не говорю про отдельные огороды, вот прям где-то в какой-то одной точке, может и в два раза вырасти. Но если так говорить по крупным хозяйствам, в которых разные поля с разным плодородием и т.д., то 20-30% в идеале, 10-15% обычно, но может быть и минус, и минус 10-15-20%. Запросто может быть минус, если сделать неправильно. Итак, запомнили цель. Те, кто говорит, что цель – это лишь рыхление между рядей, чтобы хорошо поступал воздух и вода, нет. Для этого используется прополуха, рыхление, но не окучивание именно на картофеле, не окучивание. Те, кто говорит, что это делается только для того, чтобы рядки было осенью видеть, неправильно. Может, он делает это и для того, чтобы рядки, но никто не будет гонять десятилетиями, так, технику, там в свое время еще лошадей, сжечь кучу топлива, специальные выпуска для этого устройства, окучники, ремонтировать это все, руки насиловать, если это вручную, только ради того, чтобы было видно рядок. Рядок можно увидеть и другим способом, не затрачивая столько усилий. Итак, это у нас были цели, условия. Цель, в принципе, одна. Условия, чтобы получилось, получилось плюс, а не получился ноль или минус. Вот это очень важно. Итак, время. Время. Так вот, что такое? Вот эти столончики могут образовываться только в определенное время. Ну, не такое, что прям вот один-два дня, но время должно быть довольно-таки точным. Что это значит? Это значит, что если стебель перерастет, то он одревеснеет, станет толстым. Так, он уже не тоненьким будет, а толстым. У него образуется толстый вот такой одревеснелый, одревеснелая, по сути, кора. Так, насколько это применимо к картофелине. И оно уже никаких столонов выпускать не будет. Значит, выпустить он может столоны только где-то там на верхушке, а если он 20-30 сантиметров, то до верхушки ты же его не окучишь. Нет смысла. Значит, когда стебель древеснеет, это будет поздно. Вот. С другой стороны, есть другая легенда, так говорят, что стебель, если уже зеленый, то все, он уже ничего не выпустит. Все. Только белые стебли в земле еще способны. Неправда. Я раскапывал неоднократно позеленевшие стебли, так, но не одревесневшие. Они еще, еще потом, после окучивания в земле, белеют. Так. И выпускают вот эти столончики. Я раскапывал, смотрел лично неоднократно. Так вот, окучивать нужно при высоте 10-15 сантиметров кустиков. Если высота 20-30, это уже может быть поздно. И может быть, уже не надо окучивать, не переводить зря время. Далее. Время относится к влажности. Так. Влажность. Влажность это тоже относится к времени. Если мы окучиваем, особенно к относится к жарким регионам, когда уже сухо, когда уже все задубела земля, так она уже стала такая коркой или таким горячим песком, тоже нет никакого смысла. Если окучишь, то ты еще и увеличишь высыхание. Что это значит? Итак, смотрим. Вот, например, ровная земля. Вот, например, земля волнистая, вот так, слегка окученная. А вот такая глубоко высокая окучка. Вот такая. Так вот, площадь этой поверхности, допустим, является собой квадратный метр. При вот такой поверхности, здесь уже будет полтора-два квадратных метра площадь из-за того, что возрастает количество, ну, из-за волнистости растет площадь испарения. При вот такой высоко-глубокой окучке площадь может увеличиваться раз в пять. Просто возьмите линейку, нарисуйте сами вот такие линии и померьте линейкой, сколько в сумме будет этих зубцов, а сколько будет прямой линии. И если ты произвел еще и такую сильную окучку, но тогда, когда уже сухо, ты еще ухудшаешь состояние поля. Если нет полива, или полив там какой-то очень редкий, слабый, то ты сделаешь еще хуже окучиванием. В общем, нужно вовремя окучить, когда влажная земля, вот, потому что иначе ты пересушишь, да и столонов никаких не образуешь, и спрашиваешься, что сделал хорошего. Итак, время, влажность, так, рыхлость, рыхлость. Что происходит? Неоднократно смотрю на поле, с осенью не выпахали там, или никак не вырыхлили, потому что экономия слишком дорого дважды в год пахать. Так, земля дубовая проседает. Весной спахали, земля там тоже, а если особенно с опозданием спахали, она комьями такими падает, просто волками толстенными, которые надо еще разбивать и рыхлить. Никто их не разбивает, садят туда картошку, и получается такое, растет вот такие вот тоненькие стебельки, к этому стеблю приокучивают вот такие брилы, да, такие кусища земли, такими вот кусищами земли. Особенно, если уже подсушивает солнышко, вот эти куски сразу же подсыхают, образовывается на каждом куске толстом такая вот корка, вот, и этими толстыми засыпанными кусками, ну, просто нет никакого смысла, зачем их присыпали. Корни сюда растение не пустит, столоны оно сюда не пустит, если в такая толстая корка с таким же успехом можно засыпать, например, щебенкой. Вот эти засыпать щебенкой, сделать такой валик из щебенки, типа мы окучили. Тоже, корни туда не пустит растение. Так вот, если такими толстенными рудомахами окучивают, и оно потом еще подсыхает, ладно, в влажных регионах, когда дожди неделями идут, то оно все-таки постепенно размокает, размокает, и растение что-то в него пускает. Но если оно вот такими кусищами, то не будет толку от окучки, просто не будет толку, должна быть рыхленькая, меленькая земля. Если этого всего нет, а это очень актуально, я вижу, в последние годы, потому что люди начали экономить на обработке огородов, очень уж она дорогая, заказывают как можно меньше тех обработок, и часто такими кусищами приваливают, что просто нет никакого смысла от такой окучки. даже хуже сделаешь, ты увеличишь площадь испарения, еще больше эти куски будут засыхать, и как бы лучше бы не было даже лезть, и лучше бы ничего не было делать, чем делать так. Можно даже потерять урожай. И перевести лишнюю силу, лишнюю работу, сделал бесполезную работу, потратился на нее, а толку нет. Значит, чаще рыхлить площадь. Я на зиму не пашу, но я беру мотоблоком активными роторами и прохожусь. Сколько там? 5-10 сантиметров прорыхлив на зиму. Весной земля намного мягче. Намного просто. Даже 5 сантиметров ты прорыхлив, весной уже мягонькая земля. Ты идешь, она как пух проваливается. Чем если ничего не сделал. Не обязательно даже прямо на 30 сантиметров перевернуть пласт земли на осень. Но хотя бы разочек неглубоко пройтись очень даже желательно. на полштыка лопаты, если говорить о дачниках. Потом намного легче будет окучить, рассыпчать и будет приятнее для растений. И для корней, и для столонов, для образования новых картофелин. так, следующий важный момент. Да, да, также играет роль какими средствами окучиваешь, так, как, с какой скоростью идешь. Одну или две проходки. Иногда стоит пройтись дважды, если свой мотоблок и хорошенько подсыпать так дополнительно, чем пройтись один раз на большую глубину, и оно такими тогда большими кусками берет. Лучше пройтись дважды быстро, но оно тогда так рассыпчато засыпает. Я мотоблоком обычно прохожусь дважды. И обычно те ряды, где дважды прошел, все лучше засыпаны, рыхлее, красивее, чем за одну глубокую такую проходку. Скорость работы, если трактором, например, то тоже играет роль, что тракторист медленненько едет, а что он вогнал окучники, но это надо тоже уметь, и быстро на скорости провалил. Тогда намного лучше рассыпает в стороны и такими аж веером сыплет. Ну и есть специальные даже окучники типа ежей, интересных таких окучников, которые разбивают и засыпают очень рыхло. Довольно актуальная вещь. Для своего мотоблока такого не заводил, он у меня немножко и по конструкции не подходит к этим ежам, но вообще штука интересная. Засыпать надо рыхлой, влажной землей и вовремя. Вот тут просто иногда смотришь и ужасаешься. И так хотя не буду расписывать все ошибки, но две таких частых ошибки, по крайней мере. Одна я вот здесь нарисовал. Это допустим идет поле. Вот здесь идут рядочки. Так рядочки, так стебелечки и делают вот такое окучивание. Так к этим стебелькам подсыпают и вот так. Так давайте вот здесь уровень покажем. Смотрите выглядит как очень 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 круто насыпанный такой гребень. Ну просто такой кажется гребенище. Вот это на какую высоту окучили. Вот тут уж точно карташин образуется мосса. А теперь смотрите вот это где стебельки вот это уровень. И на самом деле здесь насыпан совсем маленький такой конус земли. Просто что произведено врыто в глубину. Так в глубину врыто здоровенная такая глубокая впадина. Так часто делают даже некоторые такие вот прям эти окучники междурядные. Не такой например формы окучника. А вот такой. О долотообразный он. Если он регулируемый то его суживают как можно уже ставят и он роет вот такую борозну в этих местах. И чем глубже эта борозна тем визуальнее кажется что очень много насыпали очень сильно окучили. А реально может быть накучено совсем буквально чуть-чуть. Если например насыпано 2-3 сантиметра эти 2-3 сантиметра могут очень быстро просесть засохнуть и никакой пользы не принести. Но выглядит как будто очень сильно. Так вот надо смотреть на стебли. Что у нас досыпано до стеблей а не что там между рядками. Какие ямы между рядками. Кстати так можно сделать и тяпкой. Я когда-то еще первые пару лет когда огородами уже самостоятельно занимался взял тяпку и тяпкой нарыл вот такие вот терриконы все идут и смотрят это что за тракторище говорит такое кучево мамочки это что говорит такое а я такой гордый это я тяпкой как тяпкой говорят ничего себе она выглядит такими чуть ли не полметра было а на самом деле насыпано было мало только было очень глубоко тяпкой так клювиком тяпки уголком выдолбаны вот такие глубокие глубокие терриконы а до стеблей досыпано немного в общем не надо самообманом таким заниматься нужно в ширину высоту хороший такой валик сделать так выше уровня почвы того который был но не вырывать какие-то огромные междурядья другая ситуация замечаю растут стебли растут стебли произведено вот такое точнее поле смотришь вроде бы есть такие междурядья так вроде бы произведена окучка стоит только вот так пройти сразу же видно что все окученное поле подходишь к стеблям а земля вырота из междурядей подсыпана вверх но до стеблей даже и не досыпалась и ладно если кое-где кое-где и у меня получается хоть и знаю где-то мотоблок вбок поведет потащит так эта штука не такая прям как тяжелый трактор она идет пляшет в руках но кое-где и целое поле иногда встречают целые поля это когда междурядья более-менее широкие сделаны вот окучник узкий и окучник вот так вырыл борозду смотришь издаля а потом если стебли вот так разрастутся то там и не сильно видно сверху что там под ними борозды есть есть окучивание вроде произвели произвели подходишь к стеблям до стеблей земля не досыпана как образуются столоны через воздух что ли нет они через воздух образовываться не будут значит земля обязательно должна досыпаться до стеблей так вот так ну и наверное третью беду надо упомянуть обязательно это узкие междурядья так потому что когда сделают тесные тесные рядки окучивать приходится вот так вот приходится из-за узких междурядей чтобы все-таки что-то до стеблей досыпать делать вот такие терриконы допустим стебли здесь так допустим они засыпаны так все нормально все-таки образовался свалик над ними какой-то небольшой валик сбоку от них но многократно возросла площадь высыхания далее картофелю же нужно и корни корни должны куда-то расти в землю когда очень узкие рядки я не понимаю тех кто делает например 45 сантиметров как по мне ну меньше 60 даже делать нет смысла а так я делаю и 70 80 так вот а куда расти корнем растет растение сначала на ровном растет растение распускает корни в ширину а это же не морковь картофель она имеет мочковидные корни а не стрижневидные они глубокие и тут влезают окучником или тяпкой и часть этих корней выбивают а если еще делают несколько таких окучиваний то выбивают неоднократно только корни нарастут следующим окучником лезут и опять вот эти корешочки выбивают выбивают их так вот если сделали узкое окучивание очень узкие междурядья вот так получилось то присмотритесь может даже и не стоит окучивать или чисто символически сделать чтобы действительно какой-то такой махонький комочек образовался чтобы было осенью видно рядки после выкашивания вот потому что слишком пересушенная земля уничтоженные корни картофеля и очень мало места для столонов столоны еще и нарастут начинает образовываться в земле картофелины так трескается земля так и картофелины сверху просвечиваются потом солнцем зеленеют в общем лучше лучше не играться с узкими междурядьями я вообще не понимаю их смысла вот ну раз уж захотелось играться то то играйтесь но тогда лучше не окучивать просто не окучивать даже если вы достигнете цели окучивания с узкими междурядьями есть риск заработать очень много много мелкой новой мелкой мелкой такой картофелины да которая только на корм пойдет и даже на семена мало что будет брать образовывается бульбочки вот но набрать массу из-за загущенности они не сможет в общем так 20 минут я уже проговорил в теорию я надеюсь 20 минут вложился значит помните время влажность рыхлость форма рядков так лучше окучивать в ширину а не в высоту так лучше избегать долотообразных выдавливаний междурядий не уничтожать корни не увеличивать себе зазря площадь пересыхания а сделать так как оно должно быть хороший такой широкий валик в котором есть место и для новых картофелин и для корней есть время этому всему образоваться рыхлый влажный и так далее ну и немножко сейчас пойдем на поле и так пару минут покажу как делают например неправильно и как желательно бы сделать на практике и вынужден прерваться еще один момент упомянуть чтобы вот не лужился 20 минут чтобы окучивание так то что произошло в окучке так не вызвало усиленного пересыхания грунта так желательно делать так чтобы ну после окучивания была рассыпчатая часть но обычно так если как я говорил быстро проходить по рыхлой земле и так далее то она рассыпчатая здесь как бы мульчируется сухой почвой сверху волок так и все нормально он не будет так пересыхать как совершенно нетронутая почва ну и в принципе после обычной проколки такое же проходит но очень часто окучники настолько шлифуют почву вот прижимают вместе вот этих вот прижимок почве что она становится прям аж блестящей так или такой окучник или вот так он делает рядок просто аж прижимает аж блестит здесь такая вот блестящая зеркальная выпрессованная земля начинает очень быстро пересыхать так потому что в ней идет прямой капиллярный подсос и все высыхает высыхает так вот ну кроме того что есть окучники различные хитродисковые там рассыпающие почву и это один вариант а если мы используем обычный такой вот распашник так рало самая распространенная вещь для мотоблока например то хорошо если к нему сзади прицеплена баронка баронка хоть какая-то так вот в идеале пружинная но хоть какая-то чтобы своим весом рыхлила вот эту поверхность тогда она уже сзади идет поцарапанная такой поэтому вот такой еще момент точно так же если тяпкой окучиваете смотрите чтобы не было вышлифованное потому что тяпкой вышлифуешь ногами еще втрамбуешь и вот этих междурядья где ты ногами топтался начинает усиленно пересыхать вот еще минус окучивания то есть чтобы его сделать и он дало такой вот урожай нужно придержаться многих условий и если например в моем регионе Полынская область Украина рядом с Беларусью вот эти все пересыхания редко актуальны в том году были сильно актуальны был жаркий очень редко экстремально жаркий год как сравнить с другими и то что-то уродило а так обычно у нас дожди 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 так оно в себе промокает воды доливает даже больше чем надо иногда бывает не можешь посадки дождаться пока вода сойдется к огородам и такие годы бывали ходишь по огороду по воде и ждешь конец мая начало июня еще вода стоит так вот в засушливых регионах играет роль много всего поэтому там тяжело вырастить картофель и если уж окучиваете так нужно соблюсти кучу условий если нет возможности это все соблюсти то может и не стоит окучивать может именно в вашем регионе и не стоит либо там символически подгрести чтобы было видно редки осенью вот такой момент вот пример окучки ручными скорее всего распашниками и ралами такими которые берешь на них там накладывают груз еще какой-то там мешочек с песком и тащат вручную просто хочу шел мимо даже не собирался снимать и тут оба вот смотрите прорыхлена земля в междуряде немножко прополото ну не так уж и сильно но чуть-чуть что-то там прополо она продрана внутри борозда как бы стало глубже из-за того что стало глубже выглядит как будто уже кучка какая-то произведена но к стеблям совершенно не досыпано вот разрыхленная земля а вот где еще стебли в 10-15 сантиметрах и так по всему кое-где там вон в одном месте где-то до стебля досыпалось а так смотришь ну просто междурядная прополка произведена если ее именно так и хотели сделать просто прополоть междурядье ну в принципе да возможно хотя честно говоря очень много оставлено сорнячка если так посмотреть в ряду в междуряде вот но тем не менее что-то допропололи может это быстро одним бегом прошли достаточно вот но если ждать что вот это ты окучил и получил какой-то эффект именно как от окучивания наращивания новых бульбочек то увы здесь прорыхлено междурядье но до ряда земля не дошла так в ряду до стеблей земли нет кое-где лишь вот как не надо причем здесь довольно широкие междурядье они уже возможно этим уже ручным таким распашником дотянулось бы до стеблей но здесь таким широким нужно либо дополнительно чем-то проходиться либо техникой вот либо догрести еще тяпочкой где не дошло вот ну в общем в общем вот эта ситуация когда ряд шире окучник так распашник узкий вот он прорыв борознул внутри ряда так а до стебля не досыпано ничего и нет никакого смысла и вроде так посмотришь на поле да ну вроде оно окученное да видно борозды какие-то все но по сути просто прорыты прорыты такие норы в междурядьях щели так для вентиляции может это и хорошо но именно ради образования новых карташин ну совершенно нет вот покажу рядок на своем огороде так вот в принципе вот так вот оно должно быть везде так досыпано до стеблей хотя вот здесь вот тоже чуть-чуть не дотянулось вот и тоже далеко значит не в каждом кусту хорошо но тут достаточно пройти одному дождю сейчас только пройдет дождь и оно вот так вот это все и рассыпется так главное что оно уже близко к стеблю так прям вот втрамбовать вряд не получилось вот так втрамбовать но говорю с дождиком это пройдет а дожди сейчас один за другим вон там досыпано так вон там досыпано один из таких признаков что подокучено это когда сразу после окучки листья боковые аж поднимаются вверх так их поджимает и ощущение что дни окушки торчат потом они расправляются но вот сразу когда прошелся и листья после проходки аж вот так вот вверх задрались о значит это оно значит земля их поднажала к стеблям но и у меня не идеально потому что вот оккультиватор где ближе подошел к стеблю где дальше вот есть рядки где не досыпалось так тут надо будет тяпочкой шевельнуть ну в большей части поля все же если вот пойти дальше порядку все же в большей части поля оно досыпано торчат уже в основном макушки так вот конус так насыпан конус эдакой так и это не просто вырыто в междурядьях в междурядьях нет такой глубокой вырытой вот такой вот кленовидной борозны потому что у меня окучник с довольно таки плоским дном я не вижу смысла вот этом довотообразном борозне вот он я его широко расставляю он землю сыплет в ширину и так вроде бы не такие прямо аж высокие эти насыпанные кучки так стоило бы вырыть борозду глубокую и уже бы казалось что ух как глубина вот оптический обман бы сразу был ну а я этим не играюсь мне что до стеблей досыпалось до стеблей вот широкий получился рядочек корням место будет всем остальным место будет хорошо при втором окучивании я уже буду конечно смотреть по ситуации но скорее всего не буду уже так широко ставить распашник буду его регулировать уже так благо они регулируются для нужны распашники для мотоблоков как на меня только регулируемые я его поставлю уже так и он уже не будет слегка пропавывать скажем так и вот эту борозду он будет досыпать с боков она будет даже расширяться потому что если его поставить узко широко широко опять в ширину его чтобы он распирал то вот здесь которая структура образуется которые корешки будут все оно будет эти корешки раздирать а так оно подсыплет дополнительной земли при второй кучке добавит увеличит ширину и в принципе все при второй третьей кучке досыпать до стеблей не нужно досыпать до стеблей нужно при первой чтобы пустились столоны пускать 2-3 волны столонов не нужно растение и не будет этого делать если пустит то нарастут только ближе к осени маленькие такие картошиночки вот такие беленькие картошинки понарастают Которые ни туда, ни сюда Ни в семена, ни в корм, ни в еду Что-то такое вот мелкота такая нарастет Оно не нужно То есть второе, третье окучивание должно добавлять Землю, прорыхливать, пропалывать Как и обычно при любой международной обработке Но досыпать уже снова до стеблей новые кучи Оно не должно Не для того оно существует, второе, третье окучивание Это должно быть сделано за первое Что, ребят, сказать Извините, что так долго Но тема реально огромная Диссертации целые пишут на эту тему И я попытался показать Почему некоторые плюются на окучку Говорят, ничего она не дает Или даже соседи окучили У них хуже Я не окучил, у меня лучше получилось Почему такие ситуации? Потому что какие там есть нюансы Так, что надо, чтобы все это сошлось И тогда, тогда будет хорошо Ну а это ни разу не выложишь в двух словах Никак не выложишь, потому что это десятки самых разных ситуаций Не зря пишут на эту тему диссертации десятилетиями И разрабатывают различные методы окучивания, обработки Потому что не так это все просто Но если все сделать хорошо То оно вас отблагодарит повышенным урожаем Если не те совершенно условия То может лучше и не надо Дабы не сделать хуже Тут уж смотрите Я надеюсь ясно сколько мог выложиться Ну а практические видео Как окучить мотоблоком Как окучить тяпкой Я снимал и еще буду снимать Следующее видео будет именно Про окучивание таким окучником Междурядным распашником Насколько я уже его дорегулировал Довел до идеала Чтобы даже легоньким мотокультиватором Им окучивать вот это Как я показывал именно в видео Это все практически уже видео Но прежде чем лезть и делать что-то Надо все-таки иметь понятие Что ты делаешь и зачем И надо ли оно вообще делать в твоей ситуации Еще раз извините что так долго Надеюсь был полезен Все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok